Преданное служение, текст первый. Здесь начинается несколько философская беседа. Ее нужно понять практически. Не отстранена от жизни философия практически. Очень важные вещи. Я так думаю, мне кажется самому, что мы должны понимать практически то, что мы написали. Это не философский трактат. И все эти годы практики я тоже пытаюсь практически понимать и применять. Какое отношение имеют эти тексты к нам сегодня? Давайте послушаем. Что же Аджуна спросил? Важно. Актуально ли сегодня это? Может быть, это осталось в прошлом? Может быть, это сегодня не нужно? Аджуна спросил. Кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному браману, непроявленному и неуничтожимому? Сегодня так не мыслит мир, цивилизованный мир. Может быть, где-то сохранилось в физической культуре, люди понимают эти слова безличный браман, предуслужение тебе, личности Бога. Но в основном это не очень понятно, особенно практическо. Но очень практическая вещь тут описывается. От этого момента философское зависит вся наша практическая жизнь в цивилизации. Это корень, корень проблем. Мы знаем, что проблем много вокруг. Внутри, во вне сталкиваемся постоянно с проблемами. И мы ищем, все ищут. Как же это? Устранить проблемы эти. Но понятно, что если есть проявление этих проблем, если уничтожить саму причину, корень, проблем не будет. Вот, Бхагавдита указывает на корень проблемы. Немножко нам придется где-то умственно усилия приложить, чтобы разобраться. Все же на корень проблем. Это касается каждого из нас, что тут написано. Любого человека. У каждого человека есть отношение с Богом. Просто под словом Бог, можно понимать, разные его проявления, разные энергии. Материальный космос тоже его проявление. Физические законы тоже его проявления. Семья в этом мире, к чему привязаны друзья, тоже его проявления. Поэтому смерть и жизнь тоже его проявления. И добро и зло это тоже его энергии. То есть фактически все это есть Бог. Да, да. И у каждого из нас мы выбираем, с какими энергиями будем общаться. Здесь говорится, либо непосредственно с ним, либо с его энергиями. Ну как вот? Мы выбираем общаться с человеком или с его деньгами? Это с фактически приложить. Тут мы понимаем, ага, ага, ага. Это серьезный вопрос оказывается. Смотрите-ка. Мне нужны ваши деньги. Вы мне не так интересны, но ваши деньги мне интересны. Я хочу с вами познакомиться. Даже дружить, если у вас много денег. Я это не скажу прямо, но я подразумеваю, это выгоды. Итак, мы хотим что-то иметь. Что-то иметь. Но если ты говоришь, в предуслужении тебе ничего не хочу иметь. Что же лучше? Действовать не ради себя, не ради своей выгоды, а все для тебя делать. Либо поклоняться нечто абстрактному. И все встать в себе. Ну зачем Богу мои подношения? Он что, нищий что ли? То есть тоже философия есть, тоже есть определенная философия основами. Не делать это. А зачем ему это все нужно? У него все есть. Он самодостаточный, он велик. Кто сравнится с ним в богатстве, красоте? А что я к этому добавлю? Судама Вибра принес Кришне ключную изборство. Это все, что у него было. Что? 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 Извините, я не услышала. Да, здесь такого нет, повторится, поэтому. Ну, скажем так, сечку. Неочищенную сечку принес. Но он нищий был человек. Он принес ему, потому что считал его своим близким другом, Богом. Личность. Видите, личные поставки. Он знал о нем как личности. Когда он пошел к нему в гости, он подумал, я же не могу без подарка прийти к другу. Он сказал жене, найди что-нибудь в доме. Он говорит, ничего нет. Мыши почистили уже, даже голодные мыши ходят на то, что мы любим. Видишь, мы такие худые ребра перечитаем. Мыши точно такие же. Все, ничего, не крошки. Дома нет. Ну, придумай что-нибудь, а не может пустыми руками пойти к другу. Она пошла к соседям. И заняла горстку этой сечки. Плющенный рис, грубый плющенный рис, который нужно с трудом переживать. Это грубый, пища для бедняка. Не какая-то изысканная вещь. Все, что у него было. Но это был дар друга. И, конечно, давно не ел такого риса. И, правда, предлагаю, какие ясные знания. Такого риса ему нет. Вредный такой. И в Багу, вот видите, он говорит. Патран, пушпан, пылам, таям, юмем, бахтя, претшити. Если вредный, предложит мне листок, цветок, плод, немного воды. Я приму это. Это интересный момент. Он принимает от нас любовь. Это что означает вообще? Означает, что он принимает этого человека. Здесь об этом пойдет речь. Он говорит, очень дорого мне становится этот человек. Да, Боже мой, немного воды. И вы становитесь дорогими. Удивительно близкими. Но он говорит, с любовью. Бахтя, если это с любовью делается. То есть причина принятия этого риса или листка, или воды, или цветка, и значительная вещь – любовь. Проводник Бахти. Не сговорится. Тоже болью приспел в йоге. Те, кто всегда преданно с любовью служит тебе. Или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и неуничтожимому. Он непроявлен. Его как будто нет. Знаете, как это? Ученые ищут непроявленной энергии, скрытой энергии. Они знают, есть скрытая энергия в материи. Вот там исследование идет. Материя – это лишь следствие этих скрытых энергий. Как они взаимодействуют, пока никто не знает. Если бы мы знали, мы бы из этих неправильных энергий могли бы что угодно создавать. Что угодно могли бы создавать. Из воды, из воздуха просто. Из пространства. Они для этого и изучают все эти энергии, космические эти пространства, протоны, нейтроны, поля, торсионы, другие. Что в конце концов можно было создавать, что хочешь. И сколько угодно. Видите? С какой источником энергии. Это называется брахман. Солнце черпает энергию из брахмана. Материя описывается в этом. Это не доменная печь. Это совершенно другой вид огня. Его даже огнем не называют. Джоти. Это сияние. Сияние, которое исходит из брахмана. Неистащимый, говорится. Неистащимый запас энергии. То есть нет такого принципа, как истощаться. В духовном смысле слова. Материя истощается. Она переходит просто в другую форму. Трансформируется. Но не исчезает энергия. Снова, снова, снова превращение происходит. Энергия не увеличивается, не мешается. То же самое. Но здесь закон таков, что истощается любой предмет, любое действие, любое желание, любое приобретение. Дом строите, он будет разрушаться. Цветок срываете, свежий, он завядет. Все, приходит в упадок. Трансформируется. Закон трансформации. И задача здесь, в этом стихе, какова? Пустить трансформацию в обратный процесс. Материю трансформирует в дух. Вот таким образом, функционально. Как это, пример дается. Вы берете железный пруд, пругадывает. Ачалия какой-то. Пример Ачалия. Из Священного Писания. Берете железный пруд. Это железо. Просто железо. Ничего особенного. Но если вы погрузите его в огонь, через некоторое время вы вытаскиваете железо из огня. Оно имеет свойство огня. Смотрите. Скажете, это огонь. Нет, это железо. Потрогайте. Оно действует как огонь. Хотя оно железо. Оно обрело свойство огня. Так же материя обрести может свойство духа. А духотворится. Это преморачивание. Это факт. А духотворение начинается с чувств, ума, речи, тела. То есть, если мы используем эту речь, тело и услужение Богу, предаем свойство духовное. Качество характера, речи, поступков. Это проявляется как побочный продукт. Нравственности. Высочайшие этики, культуры. Ответственности, сострадания. Доброты. Все качества добродетели. Религиозности. Все самые лучшие качества исходят. Свойства духа. Вот они. Здесь об этом говорится. Безличный Браман означает, что ему нельзя служить. Он безличный. Он не принимает и не отвергает. Он имперсонален. И вот большинство людей сегодня понимают Бога имперсонально, как мечта абстрактная. Вот и все. Вот в чем проблема. Более того, они не думают, что он даже личность. Просто какая-то энергия. У меня один человек так и сказал, что Бог – это просто энергия. Нет, он выше энергии. Это не так. Просто понять. Если вы имеете в виду, что он просто существует, как некая сила, да. Но есть разница между источником энергии и энергии. Энергия всегда подвластна тому, кто обладает энергией. Если я личность в этом теле, я обладаю этим делом. Я не это тело. Я обладатель этого тела. И вот мне нужно стать хозяином этого тела. Тогда я пойму, что я личность не тела. Тело имперсональное. Тело безразлично к нам. Оно физическое и материальное тело безразлично к нам, как к личности. Личность привязана к телу. И материя имперсонально безличностна. Она мертва. Браман безличностный, он живой. Почему? Как сияние солнца. Оно безлично. Нанесет в себе жизнь и свет. Почему? Исходит из источника. Вот солнце. Солнце, алистерия, это личностный аспект. Конкретно. Но персональный свет – это солнце. То есть первое постижение Бога – это солнечный свет, так скажем. Персональное сияние, энергия, на котором зиждется все, 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 все творения, все миры здания. На чем? На вечность. Но это как вечность где-то есть. Изменность где-то есть. На этом все зависит. На единстве и вечности. Но нельзя это описать, нельзя это почувствовать. Это за пределы его ума и чувств. Это Браман, дух. Нельзя постичь умом или чувствами материальными. Это первое осознание Бога, первая ступень. Поэтому вы говорите, что Бога не изображайте. Он же безграничный. Где вы изобразите? Как? Это об Романе речит. Он одновременно безграничный и одновременно имеет форму. Вы не можете Бога описать одним каким-то обозначением. Вы скажете, безграничный – неполный будет описать. Самый великий – неполный, но и самый маленький тоже. Он входит в сердцевину атома, в сердцевину живого существа. Тоньше-тоньшего, мельче-мельчайше и величайше из великого, говорится. Из его пор исходит вселенная, из выдоха. Маха-вишна. Есть такая ипостация. Скишный размер, боже мой. Он такой большой, что я его не вижу. Он такой маленький, что я тоже не вижу. Где же он? Я здесь и не здесь. Как это понимаете? Я внутри и снаружи. Но не внутри и не снаружи. Меня не поймаете. Ни внутри и не снаружи. Я и там, и там, и не там, и не там. Это Бог. Парадокс, парадокс. И в Боге есть все энергии, и все. И Он обладатель этих энергий. Вот Он, хозяин. Это называется Личность Бога. Личность – тот, кто обладает чувствами. Обладает чувствами. У Него есть чувства. Он может почувствовать нас. Он источник наших чувств. И если мы служим источнику чувств, это не одно и то же, когда мы служим своим чувствам. Когда мы служим чувствам, они просвещаются. А выжить источнику чувств, они не присвещаются. В этом разница. Сколько бы мы себя не пытались удовлетворить, сами, мы не чувствуем большого счастья. Пробовали? Поздравить себя на день рождения. Гости могут это сделать, конечно, могут. Но кто лучше меня это сделает? Я себя прославлю. Попишу открытки. Сделаю торт Наполеон. Ну все, что мне нужно. Подарок себе куплю, такой, какой я хочу. Не так. Я сам себя одарю. Гирлянды навешаю на себя. Речь скажу поздравительную. Пожелаю себе всего самого лучшего. Ну и что, будете счастливы? Смешно. Попробуйте сыграть такой спектакль. Люди будут смеяться. Это будет весело. Мы ждем другого. Что придут друзья, гости. Мы получим от них этот дар. Лично. Совсем все по-другому. Хотим почувствовать. Любовь в обмении. Это от Бога. Любовь это от Бога. Любовь в материи не существует. Это духовный атрибут. Именно поэтому она непостижима в этой мире. Хотя проявления есть какие-то у нее. Искорки в этом мире. Она не полностью проявляется в этом мире. Никогда. Через селы. Душа. Это ее природа. Когда она очищена полностью. Когда она обрела личность. Она обрела любовь. Безлично означает, что там нет любви. Там нет страданий. Но они это любят. Интересный момент. Выберите мы такое место? Да нет. Мы готовы на любые страдания. Это настолько высоко. Человек даже умереть не боится. Ради любви. Я знаю такие сюжеты. В жизни. Люди остаются бесстрашными. Ради кого-то его не любят. Они готовы и отдают свою жизнь. Это высшая энергия. Настолько высшая энергия. Говорит Саршастра. Бабхатия мамы биджанатеи. Кришна говорит. Меня можно постичь через любовь. Он непостижимый. А его можно постичь через любовь. Более того. Он подчиняется любви. Есть пример из книг Кришны. Кришна прячется. В прятки играет с гопией. Удивляйся ты. Игра в прятки это отсюда. С духовным миром. Шахматы тоже. А эта рулетка нет. Это выдумка уже человеческая. Там хорошая игра. Игра в прятки. Трансцендентная игра в прятки. Кришна прячется. В форму на районе. Как Бог любви. Он в руки свлеет и танцующий. Вот так вот привлекает гопи. Вот так его обитель. Наслаждается любовью. Там он не творец, не судья. Он возлюбленный. Больше никто. Там такая сильная любовь, что все остальное забывают. Бог или не Бог. Какая разница? Такая сильная любовь, что все остальное кажется неважным. И когда он прячется от гопи, гопи считает каждое мгновение его отсутствие. Такая сильная любовь. Мне кажется, прошло 12 лет. Прошло секунду всего. Мне кажется, прошло 12 лет. Прошло другая секунду просто. Это игра в прятки. Очень экстремальная игра, смотрите. Иногда они даже теряют сознание в разлуке. Ну, в духовном деле. Это формы экстаза не испытывают. А Кришна перестал форму Нараяна, Бога. Четыршелкая форма с отрибутами. Гопи бегает по лесу, блин, да, он и видит. О, Нараяна. Харибол, говорят. Здравствуй. Если бы они смотрели на Нараяну, а вы так сказали бы. Харибол, Харибол, побежали дальше. Если бы вы видели Бога в этом мире, не знаю, что было бы. Но они заинтересованы не в Боге, а в любви. Они хотят убрать это понятие, которое мешает им близким отношениям. Потому что с Богом вы не можете подойти близким. Это страшно. Он велик, он могущественен. А для них он возлюбленный. Говорят, о, Нараяна, ты не видел Кришну? Это же вездесущий. Ты должен быть. Знаешь, где Кришна? Мы Кришну ищем. Нараяна показал. Думаю, руками туда. Думаю, туда, потом туда и туда. В общем, всюду показал. Надеюсь, с сторон Света Кришна был везде. Имперсонально. Имперсонально. А человек спрашивает Нараяну, не знает. Не понимает наши отношения. Философ просто. Побежали дальше. Они не распознали Кришну, который пройдет в эту форму. Но его самая близкая спутница. Они говорят. Одна душа, два тела. Это тоже Кришна женской постаси. Ты в вечном супруга Радхарани. То есть Бог имеет и мужскую, и женскую сторону. Иначе здесь не вот эти двойства. В нем это задолжено. Это любовный обмен. Чистый. Там нет вожделей. Не думайте об этом. Не думайте, что там такие же сексуальные отношения. Ничего подобного там нет. Гораздо выше все. Гораздо чище. Абсолютно чисто все. Такая любовь Радхарани. И Кришна очищает от вожделения весь мир. Делает людей святыми на высшем уровне. Такая любовь. Когда Радхарани увидела Нарайну, она присмотрелась глазами. Это глаза любви Радхарани. Кришна больше не мог поддерживать четыре руки. Это будто Нарайну не стал превращаться, изгибаться, изжать флейту. У него стали проявляться признаки Бога любви. И он же прятался при этом. Он старался снова эти две руки, потом все руки показать, что он стал Нарайну величественным, спокойным. Они присматривали что-то странное, как-то Нарайну. Неустойчиво Нарайну. Ты нестабильный. И в конце концов, Кришна не смог? Он изогнулся и взял на флейте. Ааа, нашла тебя. Энергия Бхакти. Кришна уже рассказал о Раджуне, о личностной, безличной и вселенской форме Господа, а также о различных категориях преданных йогов. Обычно трансвенталистов делят на две категории, а именно на имперсоналистов и персоналистов. Преданные персоналисты все свои силы и энергии посвящают служению Верховному Господу. Имперсоналисты тоже занимаются духовной практикой, но вместо того, чтобы непосредственно служить Кришне, они медитируют на безличный браман, непроявленный. Из этой главы мы узнаем, что из всех методов познания абсолютно истины высшим является Бхакти-йога, преданное служение. Если мы видим, что много людей верующих, это хороший признак. Но мы ожидаем при этом, что мир станет лучше, и люди станут лучше, и отношения станут лучше, и мира будет больше, и счастья будет больше, и любви будет больше, и доброты будет больше. Мы ожидаем от веры, правда? Да. А если этого не происходит, почему? А почему? Если люди верующие. Вот ответ. Они продолжают служить себе, а не Богу. Преданное служение превыше всего. Отсюда исходит все самое лучшее. От бескорыстного, любовного, преданного, непрерывного служения. Не ожидая взамен ничего. Это наука. Не все можно предложить Богу. Вот, куда мы не предлагаем. Напомню. Только самое чистое лучшее, с любовью. Это предписано, должно быть, священными писаниями, что ему нужно предлагать, а что не нужно предлагать. И иногда спрашивают, повторяйте Харе Гришна, это же религия, так, какая-то. А уж вера какая-то. А как вы относитесь к другим религиям? Вы как их принимаете, или вы их отвергаете, или вы хотите их заместить все, устранить. И только Харе Гришна, что все были Кришнаидами, что мусульман не было на планете, мусульман не было на планете, тоже не было. Только Харе Гришну и все. Остальные еретики. Послушайте, что Ачария говорит. Ачария не приносит нам зло. Это не наша религия, не мы ее придумали. Мы не имеем права придумать религию. Никто. Тхармам тусакшат бхагават пранитам. Это шлок из бхагават, говорит. Религия дается Богом. Не полубогом. Ни ситхами, ни чаранами, ни каким-то возвышенными, сильными существами, сильными мира сего, а только Богом. Куда говорить о людях? Куда уж о людях? Еще выше людей есть существа. Никто не может придумать религию. Мы желаем блага только определенной группе людей. А Бог желает блага каждому живому существу. Огромная разница. Даже те, кого мы не навидимы, желают им блага. И все, что у них тоже находятся. От Бога религия должна прийти. Поэтому Ачарии говорят. То, что люди сегодня называют религией, это не религия, это тип веры. Религия — это другой термин совсем. Они перепутали. Давайте подумаем об этом. Можно верить в Христа, в пророка Мухаммеда, можно верить еще во что-то, в Будду. Это тип веры всего лишь навсего. А религия — это неотъемлемое свойство, вечное, каждого из нас, любого, и буддиста, и христианина, и мусульманина, любого, любого живого существа. Что же такое за свойство в этой религии? Одна религия существует, один Бог. Служение Богу. Вот оно, вечная религия. Кто бы мы ни были, мы слуги. Если даже мы у Бога не были, все равно мы служим своей семье, своей стране, мы всегда в служении, мы не можем действовать без служения, но наша функция вечная. А человек утверждает, что каждая душа живоза, что слуга Бога. Вот она, религия. И она здесь стоит на четырех опорах. Это описано в Багавадапураме. Бык религии стоит на четырех опорах. Что это? Миносердие, чистота, аскетизм и правдивость. Вот они, четыре ноги религии. Сегодня, к сожалению, три ноги сильно повреждены. Бык религии держится едва-едва на четвертой ноге правдивости. Мы видим это. Люди верующие, как правило, они честно говорят, я грешен. Они простые, искренние люди. Я грешен, я не могу. Я признаюсь в грехах, я говорю священнику и перед Богом, прости мои грехи. Я совершаю грех. Я знаю, что это грех. Я честно знаю. Но я не могу отказаться от греха. Поэтому я каюсь и снова грешу, каюсь и снова грешу. Почему? Нет других опор, не хватает силы в быка стоять на четырех ногах. Милосердия не хватает аскетизма и чистоты. Чтобы восстановить эти четыре опоры, четыре принципа, отчаяние дают, не наша выдумка, поймите. Я лишь повторяю и практикую эти вещи. Я знаю, что это хорошо, потому что у меня есть опыт. Но я не могу придумать религию. Я должен повторить. Отказ от мяса и боится, от всех интенсикаций, от остальных игр денежных, черного бизнеса и незаконного секса. Вот они, четыре опоры. Подорваны. Вот что процветает в мире верующих и неверующих. В чем различие? В образе жизни мы не отличаемся почти. Мы не отличаемся от обычных людей, айтистов, неверующих, если мы не следуем этим принципам. Ведь заповеди гласят иди больше не греши, а остановить грех, остановить эту греховную разрушительную деятельность. Религия упадет и цивилизация упадет. Мы перестанем служить, начнем господство друг на друга. Мы жизни друг другу не дадим. Кто господин? Кто главный? Жена, муж. Дерутся. Выясняют, кто дом и хозяин, понимаете, всю жизнь. В шахтаре говорится, есть природная природа. Это именно жена, ее природное свойство. Хозяйка быть дома, она хозяйка дома. Служите жену дома. Если вам жена говорит, вы с этой женщиной не общаетесь, вы не должны общаться. Вот, для этого она и нужна. А муж, хозяин, в этом мире он действием занимается. Вот что он делает. Он приносит благо своей деятельности, он больше заводится за пределами дома, чем дома. Там он действует. Но дом он почетный гость, любимый, уважаемый, почитаемый. Жена служит ему. Он все приносит дом, она служит ему. А он служит Богу. Но он такой высший порядок. Видите? Дхарма есть. Порядок есть в природе. Но кто его поддерживает? Нет, я главный. Нет, я главный. И я и тут главный, и везде главный. Безбожие. Адхарма называется. Адхарма. Я вмешиваю в чужую жизнь вообще. Не выполняя свои обязанности, я вмешиваю в чужие обязанности. Но дети, говорится, лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Видите, какая важная тема? Вот один стих мы прочитаем. Говоришь, мне не нравится. Вот и все. Вот в чем проблема. А если нравится, проблемы нет. Ну, вы замечали это, что если отцу вашему что-то нравится, вам хорошо. Не нравится, вам плохо. Замечали такое? Мужу что-то не нравится? Вам тоже не очень хорошо. Как тебе сегодня обед? Не очень. Да, забыл то, забыл то. Одна предная рассказа, когда я встречала духовного учителя, ну, все встречали, она готовила ему пресаду. Особое такое служение с ним. Он был на Радхаятрии в городе. Большой праздник, или сниз, успевает Сахаря Кришна прямо по улицам города, тысячи людей принят участие, много пресадов. То есть такие праздники сейчас по всем крупным городам мира проходят. Установлены. Их даже люди ждут. В Африке власти приказали преданным проводить каждый год, потому что снимается напряжение черными и белыми. Знаете, правило. Ну, духовно же, по-русски. А она не пошла на Радхаяту, представьте себе, на такой праздник. Потому что она была готовить у него обед. Она сварила гречку, там что-то еще, приварили ката, что-то. А гречку забыла посолить. Она поставилась, она в столбе, пища не пробуется. Сколько это для Бога, для Гуру, вы не пробуете. Он пробует. А то можно попробовать. Он попробовал эту гречку, она без соли, и отложила в сторону. Что-то там попробовала. А потом почему-то не пробовала гречку, что-то такое, что-то не было. Очень расстроилась. Потом она уже попробовала чуть-чуть. Забыла посолить. У него все, 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 все. А не мело-мертвело, все забыла посолить. Гречку, ему понравилось мне. Вот как представители Бога, знаете, как это, тяжело, когда Гуру что-то не нравится, что делать. Вот тут учиться нужно. Тяжелое называется. Это тяжело будет воспринимать, что-то ему не нравится, это тяжело будет. А она говорит, Грума Горадж, я забыл посолить гречку. Простите меня. Я думал о Радхаятре в это время, поэтому забыл посолить. Говорит, что? Ты думал о Радхаятре? Давай сюда тебе гречку. Ты съемил всю тарелку. И счастье. Это духовная причина, и материальная причина. Гуру или Кришну, они удовлетворительны, чем материальным. Невкусной гречкой, небольшими деньгами. Это им не нужно. Им нужна любовь. Это называется духовная личность. Представитель Бога, личный духовный наставник должен быть. Ну, желательно у каждого человека. Сегодня это очень важно. Потому что в прошлом, в древних традициях визических, муж был духовным наставником для жены. Каждый. Родители были духовные члены для своих детей. Каждой была преемственность. Она нарушена сегодня. Сегодня все, господа, равенство между мужчиной и женщиной стирается. Вот в чем дело. В западном мире точно стирается. Там уже выбирает каждый на выбор, кто мужчина, кто женщина. Так лучше. Ну, я думаю, мне кажется, что я выберу, то и будет. Они так и говорят. Смотря кем ты сам себя считаешь, тем ты будешь. Я вот по форме женщина, но я могу быть мужчиной. Мой выбор. Я свободный человек. Это имперсональная философия и продукты. Дорогие. Ведь и надо знать это. Откуда это все? Скажите, простите. Откуда? А вот из этой философии. Мне нужно иметь в сердце ту личность, которая будет моей совестью. Если я что-то делаю, буду сравнивать. А что скажет мой гуру, что хочет Кришна? Он этого не хочет. Я этого делать не буду. Он мой Бог. Он мой лучший выживатель. Тут написано. Он мой близкий друг. Сухриданца работа нам. Он самый близкий друг живого существу. Как ему нарушить его волю? Это единственное существо, которое заботится обо всех других живых существах. Эко, баху, нам, я ведаю тратикаман. Эко, значит, один, одно живое существо заботится и обеспечивает всех остальных, естественно, множество. Это потреник. И его природа увеличивает счастье живых существ. Для этого ведутся писания людям. И счастье есть бы не страсть, бы не благость, бы не невежество. Мы привыкли, что счастье – это сразу нектар. Нет, не сразу. Сначала будет яд. Потом нектар. А если сразу нектар, потом яд будет. В конце яд будет. Если мы к нектару сразу стремимся, как вожделение. Нектар же. А в конце яд. А любовь – это ослеза, это служение, это забота о других людях, служение Богу. Но это в конце нектара. В конце каждого дня это нектар, это счастье. Это труд. Это правильно. Это нелегкая жизнь. Это настоящая жизнь. Не подделка. Не искусственная жизнь. Не так, что мы взяли какие-то атрибуты современные и думали, что мы счастливы. Воображаем лишь только. Ну, оденьте вы несчастного человека. Хорошо. Но он все равно останется несчастным. Просто будет думать. Но проблем нет, но проблем нет. А пьянен просто будет богатством или какой-то внешний. Это и опьянение. Это на самом деле опьянение. А пьянен может лежать даже в грязи в луже и думать, что все хорошо. Молодежь опьянена своей молодостью, красотой, богатые люди опьянены своими богатыми атрибутами. Еще интоксикации принимают. То есть так пьяные еще интоксикации принимают. И когда вы пьяному говорите, вот твой отец, вот твои друзья, он может не понимать, о чем он говорит. Он не различает никого. И когда ты хочешь говорить, вот Бог, он не обратит внимания, не понимает, о чем он говорит. Ему до этого никакого дела нет. Я Бог, я личность, вот что важно. И мы не догадывались, что он пьяный. Я нормально говорю. Но трезвый человек абсолютно ясно понимает, адекватно понимает, на что он способен и на что он не способен. Он будет искать, познавать, учиться. Это трезвый человек, призванный слищий человек. Будет сознавать, что есть источник творения, будет интересоваться абсолютно истиной. Он не будет религию извращать и использовать для себя. Запрещено это делать. Греховное. Искажая священный писатель. Итак, безличный браман. Тот, кто действительно хочет получить доступ к Верховной Личности Бога, должен встать на путь преданного служения. Иначе говоря, те, кто занимается преданным служением, поклоняются непосредственно Верховному Господу, называют персоналистами. А те, кто медитирует на безличный браман, им персоналистами. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, еще положения лучшие. Есть много разных путей постижения абсолютно истины. Но в этой главе Кришна говорит о том, что лучшим из них является Бхакти-йога или преданное служение Ему. Это самый прямой и легкий путь к общению с Богом. Здесь будет говориться, что безличная практика очень трудна. Очень трудна. Чтобы идти путем медитации на безличное, косвенное, да, Богу поклонение, косвенное. Не прямо солнце, а излучение сияния, изучаем сияние солнца. Чтобы удержаться, там же нет, закова держаться без личности. Его даже нельзя представить, эту медитацию. Ясным образом там нет объекта просто. Просто какая-то энергия непостижимая, неописуемая, недоступная, безграничная, вечная и так далее. Неопределенная вещь. И чтобы сохраниться в этой медитации, знаете, что требуется? О, очень сложная практика Гьяна-йога. Нужно удержать философский на это. И при этом нужно заниматься очень активно благотворительностью, с уважением относиться к каждому живому существу. То есть никаких ошибок не делать. Очень трудная практика. Черватая падениями. Но если все-таки человек пробирается вот через такую трудную медитацию все-таки, пробирается, куда он переходит? К личностей был и предуслужения. Почему сразу не начать? Столько лет можно потерять. Много рождений и смертей требуется, чтобы так подняться в роман и снова падать оттуда. Это не так просто удержаться. И снова падать. И много-много. Прежде чем человек познает, что Бог причина всего. А я его слуга. Но редко встречается душа, сам ахатна с утра в лоба. Редко можно найти поколение. Зачем терять время? Когда любой человек может начать преданное служение. Это естественно, и очень легкий метод. Уже повторяя его имена, мы начинаем преданное служение. И где просад, начинаем преданное служение? Кто? Дети даже могут это делать. Не требуется высшего образования какого-то или каких-то предварительной подготовки. Сразу нужно начать повторять святые имена Бога. Соблюдать принципы регулирующие. Установить тхабу в своем сердце, что я и слуга, а не господи. И сердце очистится через практику. И сердце очистится, если я знаю, что я слуга, а не господи. Очистится от ложных самомнений. От лжи. Мы себя обманываем. Я меньше атома в этом мире. Я меньше атома в этом мире. Смотрите. Если душу образно представить, находясь в области сердца, то есть я есть эта душа. Рассеките сечение волоса на сто частей. Панишады говорят. Возьмите эту сотую часть и еще на сто частей рассеките. Получите некое представление о размере души. Вот и все. Как можно соизмерить со сверхдушой, которую заполняют безграничное пространство? Нет границ. Нет границ. Нет границ. Высший дух. Проман. Агам Промасме. Я есть часть этого духа. Но часть его природы. Служить целому. Вот это главная основа цивилизации. Служение – это забота. Служение – это внимание. Служение – это любовь. Служение – это хорошее качество. Если мы хотим служить людям, служить народу, служить Богу, нам нужна квалификация. Мы не можем плохие вещи предлагать. Не так. Хотите служить народу, вы должны быть великим человеком. Хотите служить своей семье, вы должны тоже иметь квалификацию. Муж и жены, матери и сына. Это не так просто. Не просто формально расписался в ЗАГСе и все. А где ваши качества, где ваши квалификации? Вы готовы вообще к этой жизни? К этой ответственности? Есть такие институты сегодня? Может быть, они уже появляются, такие институты. Может быть, это можно возродить. И все вы видите, что это основывается на служении, успеха своей жизни. Только на служении. Интересный момент, что когда человек начинает повторять Харик Вишну Маха Мантру, то, что здесь написано, начинает спонтанно служить, прекращает повторять, прекращает служить. Я сам себя испытываю. Хочется распространять просад бесплатно, чтобы люди попробовали. Если вы пробовали просад, вы сразу хотите, чтобы другие попробовали. Прямо на улице кого угодно можете раздавать. Попробуйте это, попробуйте это. Вы не думаете ни о чем. Почему? Таков контакт с Богом. Он делает нас бескорыстными. Потому что он высшая ценность. Вы ни на что не применяете, ни на какие деньги. Нет таких ценностей в этом мире. Это высшая ценность. Хорошо. Хорошо. Мы уже в наше время просрочили давно. Расплекают несколько вопросов. То есть, я не буду просад. Здесь есть беспричинная милость Шри Кришна Бхагавана и милости. А в каких ситуациях именно Шри Кришна Бхагавана проявляет именно свою милость, или есть беспричинная милость своему предану, который через гуру, если он принял, конечно, гуру, и начинает в практике служить своему КВД, выполняя его наставления. Смотрите, это та же глава, я буду прочитывать несколько стихов без комментариев быстро. Тот, кто никому не завидует. Слышно? Тот, кто никому не завидует. Это жирно относится ко всем живым существам. Кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго. Кто остается невозмутимым в радости и в горе. Кто терпелив и всегда удовлетворен. Кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум с решимостью, отдаёт себе преданному служению. Такой человек очень дорог мне. Вот оно, милость. Тот, кто никому не причиняет беспокойств. И сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости и в горе. Кто неведает страх и тревог. Очень дорог мне. Это, слава Богу. Преданный, независящий от внешних обстоятельств. Чистый, умелый, безмятежный, ничем не обременённый и не стремящийся к результатам своего труда. Очень дорог мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние. Кто ни о чём не скорбит и ничего не желает. Для кого не существует ни хорошего, ни плохого. Такой преданный очень дорог мне. И продолжается всё это описывание. Вот развивайте качество и естественно приближаемся к Богу. Естественно. Видите? Есть вера. Зачем вера? Вера — это только начало пути. Затем, после этого, начинается общение со святыми. Для этого вера даётся. И когда он общается со святыми, то после этого он начинает практиковать уже сам, практикой заниматься духовно. И вот когда он практикой занимается духовно, его сердце очищается. И вот тогда он обретает этот вкус счастья. Он полный внутри себя. И вплоть до любви от Бога нужно развивать его. Начинается всё с веры. Поэтому быть верующим — это начало. Сегодня у нас счёт инистрация. Два кандидата. Где второй кандидат у нас? Ей будет труднее как-то дойти, может быть. На ходунках будет преданно пройдёт. Огненная церемония будет позже. Сегодня не будет огненной церемонии. Сегодня преданно дадут свои обеты перед Божествами, перед Духовным Учителем, перед всеми преданными присутствующими. Эта инициация называется «Харинама Дикша». «Харинама Дикша» — они получают святое имя в обмен на обеты, обещания соблюдения четырёх регулирующих принципов, которые мы упомянули. Будут обещать, показаться обмен сургубийц, оттеком декстикации, азартная верность, зубанного секса. И с момента посвящения дается обет повторять 16 руков Харикришна Махаман Тридержа Дневной Насчеткой. Это посвящение Дикша. Дикша буквально перевести значение Слово — это отрезать от материального существования. То есть перейти в образ, в духовную сферу. Это Дикша, посвящение. Или второе рождение называется ещё. Уйдём, уйдём. А как стать учеником? Хороший вопрос. Тут много учеников. Тут много учеников мне расскажут вам. Я тоже ученик своего духовного учителя. Много просвящённых. Дальше, как я это видите. Так, вниз. И так она у нас подошла. Дело так. Лаура. Ну, с тебя начнём тогда. Так, пожалуйста, Лаура, дайте микрофон подставьте, чтобы она сейчас произнесла обеты. Какие обеты ты даёшь сегодня? Пожалуйста, скажи. Слух перед Божеском, перед всем врачного мира. Слух перед Божеском. Отказ от участия в азартных играх и финансовых махинациях. Строго выполнять приказы духовного учителя как жизненный важный. Развивать... Развивать позицию ученика. Принять ученичество. Как ученичество есть он, как отчарь и основатель и быть верным ему его учениям. Сохранение... Она все принципы назвала? Все принципы? Все четыре? А, в принципе, четыре. Все четыре? Да, да, да. Она сказала только про мясо. Отказ от незаконного секса, от участия в азартных играх и финансовых махинациях. Финансовая махинация, тонкая тема. Черный бизнес. От черного бизнеса. И мясо еще что-то? Отказ от одурманивающих... Принятие от одурманивающих наркотических средств. Мясо, яйца и... Мясо, яйца и рыба. Мясо, яйца и рыба. Очень чай. Очень чай. Все перечислился. Все меню перебрали. Разобрались. И начетка 16 кругов каждый день? Каждый день. Минимум? Минимум. Можешь больше? Могу. Меньше не можешь? Нет. Уже нет. Правильно, это правильно. На Икадыше 20. И стараться нужно делать внимательно. Это слово стараться очень важно. Это трудная практика для ума. Но мы стараемся. Вот это старание, оно поможет нам всегда. Не забывать можно. Что каждый день мы улучшаем свое повторение манты. Стараемся улучшить. Спасибо. Очень хорошо. Хорошие обеты. Есть служение, есть благоскоренный стаж. Уже есть философская подготовка. Поэтому, конечно же, я с удовольствием понимаю. Как ученик, с удовольствием. Имя. Теперь дается духовное имя. Это имя относится к супруге Господа, Матери Харани. Это сила энергии игр. Лила Шахти не ведется. Залезу, пожалуйста. Гуру Махараш, примите, пожалуйста, мои поклоны вселенные. И позвольте вам произнести мои обеты. Не употребляйте в пищу продукты, которые прошли через боль и страдания других живых существ, творений Господа. Не заниматься интоксируется. Не заниматься интоксикациями, которые приносят страх, смерть. Не играть в азартные игры. И не заниматься незаконным сексом. Все эти четыре регулирующие принципа помогают очистить наше сознание. И преданно и с любовью служить Кришне. Примите, пожалуйста, мои обеты. Я обещаю минимум читать 16 кругов каждый день. Желательно, конечно, больше. 20-25 кругов. И заниматься как можно больше преданным служением вайшнавым божествам. Так, от каких продуктов ты отказалась конкретно? От мяса, рыбы, яйца. У нас очень много вкусной вайшнавской пищи. Это красота. Не пропадем, хорошо? Итак, имя тоже меняется, конечно же. Раз такие искренние обеты, серьезные, пожизненные обеты. Имя относится также к Шематери Дхарани. Она богиня, которая служит всем. Это богиня, но она слуга. Ишани Селья. Привет, вас. Теперь я хочу, чтобы старший вайшнава здесь пару слов благословения сказали. Крыбажин, которая была, агинок, которая была, и в тарию, которая была. Немножко скажите благословитель. Сколько желаний. Икры помочь. Икры помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Служить... Поскольку все мы ищем счастье... Но большинство населяющих эту планету... Живок существа не знает... Где его искать... Счастье... Это наше свойство... Он уже живет в нас... И наши поиски, они тоже естественно реальны, поскольку Анна, Майя, Пиаса, мы сотканы для счастья. И вот я хотел бы пожелать нашим дорогим матерям, которые сегодня получили посвящение в семью Шелупа Упады, пожелать, чтобы они всегда имели возможность читать книги Шелупа Упады, не только читать, а изучать книги Шелупа Упады в обществе опытных предков, которые, может быть, больше практикуют, чем они, и, соответственно, они могут раскрыть более глубокие истины, которые содержатся в книгах Шелупа Упады и наставлениях Шелупа Упады. Поскольку и счастье, как Кришна говорит в Бхагавад Гите, в 10 главе Бхагавад Гиты, в 9 стихе, счастье как раз-таки мы открываем, воскрываем для себя в обществе предков. когда мы делимся, открываем и восхищаемся теми истинными, которые содержатся в книге Шелупа Упады. Поэтому вот мое пожелание. Харик Кришна. Харик Кришна, дорогие преданные, также хочу поздравить наших матерей, которые пришли в семью, членов Упады. И, конечно же, обычно на медицинах говорится о 10 оскорблениях. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда помнили об этих оскорблениях и испекали совершать эти оскорбления, эти действия. Потому что это очень важно для духовной жизни. И один из главных принципов ведической культуры – это, как говорится, «Висмартаям Сататамишну, Висмартаям Чатучи», что всегда помните Кришну и никогда не забывать Ему. И вот желаю вам, чтобы вы всегда помнили Кришну, никогда Ему не забывали и старались соблюдать все ваши обеты очень силы узнали. Харик Кришна. Харик Кришна. Харик Кришна. Я от всей души поздравляю в веды, чтобы мы сегодня получали посвящение, получили уже. Это очень важный шаг в вашей жизни, очень серьезный, очень глубокий и я, полагаю, уверен, что он засосанный, потому что вы много лет идёте к этому. Я от всей души благодарен вам, за то, что вы делаете этот шаг и присоединяйтесь к нашему группу и отлучиться. Я благодарен вашим наставникам, которые помогают вам. Она говорила, что все преданы, которые вокруг неё, Бангоприя Малоди, Чикунджай, и еще преданы, которые помогли ей сделать это шаг. Это же Забел, Миронов, и Шарин Селима. Она всегда у нас много лет занимается служением, божеством, привозит цветы. Мы вас все хорошо знаем, любим, ценим и благодарим за ваше служение и хотим, чтобы это служение стало очень глубоким и осознанным. Вместе с тем вы получаете сейчас насвящение, успевание Святого Имени, то есть ваша практика успевания, с этого момента будет еще более глубокой. Нам всем нужно помнить, но сейчас вам нужно помнить о том, что Багубанами говорится «нам чинтамаре Кришна чайтанарасавиграха пунашутха дите мухтамиатвана аминамида». То есть Святое Имя не отличное от Господа, имя Али Кришны. Это имя Кришны, и Свам Кришны – это одно целое. Есть та самая личность, с которой мы хотим развести отношения. Нам нужно понимать, что имя – это и есть Кришна. И что Кришна, Он бесконечно тот, кто исполнит любые желания, и особенно сокровенные желания нашего сердца. Мы должны осознать в процессе воспевания, что сокровенное желание нашего сердца – это служить Кришне. «нам чинтамаре». То есть оттуда вырастает вкус жизни, наполнился счастьем из-за святого имя. Я желаю вам, чтобы ваш обет был стойким, вы ежедневно повторяли эти круги по-сознанному, и выполняли счастью, делились с другими. Потому что это очень важно – нам помогать другим, также понимать то, что получили мы, делиться с этим. И Калисанта-рама будет мешать говорить все. «Харе-нама, харе-нама, харе-нама, харе-нама иракевала, калау-насте, насте, 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 насте. Мы всегда должны понимать, что никакого другого пути, чтобы понять Кришну, нет. Только воспривание Вселенной. Я желаю вам твердых наших обетов, воспривания 16 кругов и большего воспривания. Харе Кришне. Вот она здесь прямо сидит, я ее вижу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И никогда не опускали И пусть это является для вас огромной значенной силой, которая даст вам возможность следовать поставлению всем своим оставшимся в жизни Пожалуйста, сделайте это всегда Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры